Я говорю на любую тему сейчас, если те внуки, которые стоят за главным обсуждением, математикой и герой-герой-герой школы, возможно, как и в огромных случаях, например, во всех случаях, когда предстоит что-то такое решить, нужно начать с мотивировки. Ну и поставить перед собой такие вопросы, какие цели предстоит математика, но еще в смысле цели ее не имеют. Несколько лет назад, в Воскресе, я готовил нечто, нечто в одном душе, такой крупный стол, где он занимает первое удовольствие, и я, это было международное собрание, я разговаривал с людьми, и старшими разными странами, но так особенно активно я говорю с тремя, понимать, с немцами, американцами и бранцузами. Я их спросил, ну, в такой форме я спрашивал, скажем, про американца. Ну вот Буш, тогда еще старший Буш был, президент, он идет по улице, и вдруг вы встречаетесь. И он тебя спрашивает, ну, скажи мне, я не могу забраться, вот математика, зачем она, и как ее нужно выгодовать? Что ты скажешь? И такой же вопрос я сделал у меня, 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 у меня. И они что-то писали. В результате вот такие семьи. Мнения было бы звучать, зачем нужна математика? Я их сейчас прочитаю без упорядочек. Зачем нужна мотивация? В школе. Для подготовки к продолжению образования. Это первое. Второе – подготовка к будущей профессии. Обязательно связанная с мотивацией. Третье – интеллектуальный развитие. Четвертое – формирование мировоззрения. Пятое – ориентация в окружающий мир. Четвертое – возбуждение интереса крестирования. Пятое – и седьмое – понимание законов на рассказе. Ну, это действительно серьезная вещь. Я узнавал разные предыдущие, разные предыдущие. Я спрашивал, есть ли у вас другие предложения? У нас для других предложений было воспитание и чувство красоты. Вопросы не были идти, ответы не были идти. Но наши, то есть представители нашей образовательной компании, наши ассоциации, которые, может быть, еще созданы, в основном отвечали, что цель математического образования – это интеллектуальное развитие. А они, немцы, французы, американцы, на первое место ставили подготовку к будущим победителям. А все-таки кто прав? И в чем действительно, реально? Как можно вообще ответить на этот вопрос? В чем цель математического образования? Чему мчить? Это вопрос не только, так сказать, по поводу животных. Это каждый человек, который преподавал. Я предлагаю больше 50 лет. Разных вещах в университете, в институте, в разных профилях, в разных профилях. Но все-таки этот вопрос стоит перед картой. Чему я хотел бы научить? Ну, давайте чуть-чуть маленький экспорт в историю. Я желаю каждому человеку, чтобы он перешил 7 поколений. Это поколение, так сказать… Ну, это уже были женщины, про дедушки, отцы, свое поколение, дети, внуки и правы. Значит, вот это все поколения. Про правнуков сейчас говорить трудно, нечего любого начали ходить. По отношению ко мне. Дети. Что все говорят? Дети вы знаете прекрасно, значит, люди, которым сейчас… Да, внуки, значит, внукам сейчас 25 лет, дети – 50 лет. А вот давайте про четырех поколений. Значит, дедушки и бабушки, жили в лицаре. И в чем же была цель преподавания в те годы? Тогда образование было элитарным. В гимназии и реально учителей было мало. В основном все-таки начинало пробиваться церковно-пехотское образование, очень, так сказать, массовое, но еще не развитое. В два-четыре базы было. В три. У нас вот дедушка взял университет оборудования, церковно-пехотское школы. Но уровень вот этого школьного коммунистического реализа был очень высок. И цель состояла в том, чтобы подготовить людей к высокому интеллектуальному уровню. Очень разнообразной, так сказать, очень разнообразной культуры. и в технической, и в гуманитарной, и в древних языке, и в том, где что. Дедушка поправляла мои сочинения. Грамотность поправляла через несколько дальнейших человека, в которой он включил гимназию. И этот высокий орган практического образования предоставил выход в России на передовые рубежки инженерии и науки. Братья Валюк, Герр, Кольцов, Лузя, Нандельштадт, Игорь Генштамм. Это люди, принадлежащие к моим дедам. Это люди высшего класса. И в жарственном отношении к дедам. Наши отцы и матери учились приедем. А Владимир Ильич не успел, просто он фактически руководил нашей страной, и он не успел разработать какую-то ясную лиценку в школьном образовании. Тогда была такая идея, что очень многое зависит от классового происхождения человека. И что если он живет в хорошем классе, он не сам сам рабочий, будет учиться и должен учиться коллективно. Это были опыты, на которые я не хотел бы заниматься. То есть, во всяком случае, они были заведены, потому что очень много были генералов. А потом мы появились военные старших братьев. Я еще разделяю военные старших братьев. В 20-е годы, которые попали под этот страшный молот войны. И от них осталось очень мало. Но они и мое братьев. Учились были Сталины. И здесь была очень четкая программа. Не буду ее подробно описывать. Многие его представляют. В гуманитарном смысле набрала вещи, которые не следует повторяться. Нас старались научить тому, чего не существует. А в техническом плане Сталины сказали к людям, пусть будет как на царе. И вообще вся структура образования, которая была создана, она фактически повторяла царство. А царская была основана на мнениях каких-либо людей. Чемчевого, Ваняковского, Остроградского. Они участвовали в формировании математического гимназа. В гимназии. В реальном училище. В академии. В огромном количестве разных структур. Где в технических трудах они думали об этом. И они вот эти программы создавали. Это было воссозданно. И вот наши отцы. Чемчевого, которые принадлежали. И Кэл, и Шекролёв, и Курчак. И другие крупные учёные, менеджеры науки. Были охвачены ещё трудом и, несмотря на энтузиазм. И получили достаточное образование, чтобы возглавить и осуществить. Космическую, ягодную, авиационную, отводную и многие другие военные программы. Советская математическая школа сейчас об этом много говорят. Заняла просто первое место в мире. Причём даже школа одного университета. Нашего московского университета. Там, скажем, немецкая университетская школа. Она была раздрована. Французская школа, где был французский университет. Но тогда происходила смена поколений. Английский, итальянский и так далее не были. Были самостоятельно, скорее даже в пользу нашей школы. Вот этой великой школы. Лузин, Александр, Кельфон, Кельфант, Калмогоров, Петровский, Пантлягин. Это были первые математики в своего времени. Они были взращены на тех людях, которые получили образование в церкви. Ну, потом вот эти мои старшие братья. Они не произвели такой великой математики, как отцы. Но Шплярский, Хронрот, братья Иглова, Велькин и другие создали невидную по масштабу сети математических предсказаний для землубленного интеллектуального развития школы. А наше поколение было очень сильно. Очень сильно. Ну вот, Владимир Ильич, все. НО, Сина. НО, Маню. Это очень крупная вина. НО можно еще найти. Но что приходит потом? Пусть люди скажут. Так что же делать? Вот сегодня я действительно попросил наступление нашего министра. Если бы я с ним встретился какой-то алгоритм, я бы тоже его спросил. В чем вы видите целью математического предсказания? Из его текста было видно, и это очень положительный вид, что он произнес очень комплиментарные слова по-голому антистическому, что оно необходимо. Но вопрос о том, чему учить? Он тоже что-то говорит. Но необходимо. Цель государства стоит в том, чтобы определить, что бы было я. Аксиомы того, что государство считает необходимым, и после этого должна быть такая ассоциативная, с помощью наших ассоциаций, нашего единства обсуждение того, что должно быть. Значит, я должен сказать сейчас очень коротко о своем мнении. Я скажу сам, что я считаю. Я считаю, что в нашем мире, учитывая два числа детства, то, что произошло смена решений, и огромное число детей не хотят заниматься математикой. Заставить их, мне кажется, силы нет. Поэтому я предложил бы такое двухуровневое образование. Для которого на одну углу можно было посчитать инженеров, ученых, экономистов, которые будут отвечать за будущее нашей страны. Для того, чтобы атомные станции не взрывались, метростанции не рушились, самолеты не разбивались, чтобы экономики и естественнознания не разбивались. Но! Что я ставлю на первое место? Безусловно, интеллектуально развитие. На второе – возбуждение интересов к исследованию. Значит, человек должен быть интеллектуально развит. Он должен понимать, что каждая задача имеет свои ценности, имеет свои средства. И это мы должны объяснить. Мы даем линейку, и даем цирку, и рисунку. И говорим, раздели это на три части, и он делит. А раздели его на три части, и он не разбит. Это сделать нельзя. Значит, каждый человек должен понимать, что нужны средства. Нужна цель. Нужно иметь возможность средствам эту цель осуществить. Устроить за два года сельское хозяйство так, чтобы мы догнали Америку, невозможно. Но для того, чтобы это люди понимали, нужно, чтобы в школе это было бы осознанно. Математика – это действительно высокоинтеллектуальное развитие. И человек должен возбудить интерес к исследованию. Не только в области естественной науки, но и врач, но и юрист, но и государственные дети. Они должны понимать, что существует цель, существует средство, и существует мотивировка. Мотивировка их действий. Вот это и есть задача всей математики. И вот когда мы скажем вот здесь, с моими друзьями, которые сидят здесь за столом, у нас могут быть разные концепции того, чему надо учить. Я буду смотреть. Я лично считаю, что понятие о том, как устроен мир, должно войти в сознание каждого человека. И для этого надо учиться. Но надо учить так, чтобы каждый человек был в состоянии это воспринять. Многие говорят, что предел – это недостижимое понятие. Ну вот, вы берете тарелку, войдете ее на лист из генованной бумаги, обводите ее вокруг и просите сказать, каково приближение числа Ки. Он должен сосчитать квадратики, которые целиком помещены в этой вещи, и которые целиком ее охватывают. Это будет приближение числа Ки. А если вы разделите это еще на какое-то число частей и почитаете их, вот будет второе приближение. Само понятие площади круга – это понятие, которое невозможно войти без предел. А если вы не понимаете, что такое предел, если вы не можете объяснить, что это будет не надо, то на самом деле, конечно, вы очень сужаете человеческую цель жизни. Но еще раз я повторяю, что на каком уровне, быть может, человеку нужно предоставить право не отвечать на подобные вопросы. Ну, значит, собственно говоря, я сказал все, что я хотел. Значит, я хотел бы, чтобы каждый имел мотивировку своей собственной силы, своего собственного творчества. Оно не может быть особенно так… В общем, нельзя поверить, не оглядываясь на то, что на самом деле существует вокруг нас. Конечно, сама программа, сами составляющие, все это должно быть освещено какой-то конечной и далекой целью. И что-то на это мне хотелось бы. Спасибо. 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 Очень большой, это сложный вопрос. Вы посмотрите мне. Нет, я отвечу. Мне с вами можно поговорить. Я вопрос задан, и мы все понимаем, что он, как говорится, математик. Но сейчас он, можно сказать, совсем в узком плане. Он представляет ташкентский телеал-пашкорский университет, хотя берем плечами и всех университетов в Ташкенте, и академатической науке и так далее. Чема докладов о перспективах развития математического образования. Ну, по-другому, да. Я, конечно, погадаю за то, что вы на тебя пригласили. Меня пригласили несколько дней назад, поэтому я не правильно не сделал форме заявки, и меня не включили в секцию, но тем не менее я успел. Зато у тебя лучше всех технических подгадок будет. Тем не менее я успел, да. Потом мне сказали, что выступление будет 15 минут, я хотел говорить полчаса. Я еще половину записал, половину сказать, так что участник может учитать. Я хотел бы начать именно с целью. Когда-то в 78-м году, академатик Владимирович Николаевич Тихман приглашал эти принципы, по поводу основного написания, как в школе учебного, то есть обращение нам явных представлений практического опыта и применения математических последующих дезиска. Мы поставили на первое место. Я в конце своего браката скажу, почему мы поставили на первое место. И так, чтобы о чем говорилось, вырубили еще одно логическое положение, про страстное технологическое мышление. Вот еще разумеет момент, который здесь выяснилось. И вот следующее положение, что сейчас много говорилось про спецшколу, и все-таки основной будет сделан на обычную математическую школу, потому что основная часть заканчивает обычную школу, а не спецшколу. Вот это вот, кто показывает, не знаю, многие что показывают, что очень часто конкурс учащихся в спецшколе превращается в конкурс водителей, не соответствует тому, что должно быть в самом деле. Я не думаю, что это в основном, но те математики, которые мы знаем, с которыми вместе работали, которые получили надеющиеся результаты, уже везде переводили, никакой, сейчас мы с вами с вами сейчас не поговорим, но в нем нет, действительно получили надеющиеся результаты, они заканчивали обычную школу. С другой стороны, появляется мнение, что все будут иметь лучшие образования, значит, на всех иногда рассчитывать на такую математику. Конечно, это неправильно, что я даже помню, самому учился, то есть студенты того, что все люди, при коммуниции, тогда будущие принимают информацию, будут иметь лучшие образования. Сказал, потому что студент хочет иметь лучшие образования, не хочет учиться, он не мог с этим согласиться. Была и другая точка зрения, потому что у нас не терят, но не совсем надо это говорить, при экономике нет, то есть время в честь новой экономики, так называлось. Не, не, в 1666 годах у нас произв Undertek Шведский банк, через эту премию сказал, даст обучение номера, премия, известный как премия. Реалитетарщик, который очень был. Всего 5% в математике работал. В столе 95% не нужно, и просто как я начал в газете из 200. Весь математический мир я пообсуждал. Я помню, я там был профессор на МГУ, и мой коллега мне говорил, что он абсолютно прав. Я понял, что этот мой коллег причисляет в себя вот эти 5%. Я ему сказал, что он решил проверить. Я говорю, хорошо, 95% сократим, а что тогда он с тобой будет делать? Он так убегался и решил, что 95% это яд. Он все-таки их теперь. Не понимает, что. Воздух состоит всего на 20%, на 19% из кислорода. Если оставить только кислорода, а азоны совершенно не будут, то в жизни не будет. Остальные сездают атмосферу. Процедание 90% воды. Нет, ну больше 5%. Если воду будет, то не нужно. Да. Так вот, подготовка к образованию. Все дело в том, что мы живем в совершенно уникальной плане. Раньше технология менялась, ну раз в 200-300 лет. Как сделать самку, как сделать пушку. Это только сотни лет не менялось. И значит, каждый, кто жил дольше, он знал лучше. И это естественно. Вот тут у вас есть пример, это пересыкнили. А сейчас все совершенно по-другому. Сейчас что происходит? Что некоторые вещи проявляются и исчезают на наших глазах. Есть, вот как логолипические татысы, логолипические татысы, логолипические титры. Сумки нету, они будут нужны, а самому никто не нужны. Это ненужная вещь. И все изучали десятичную логолипку. Десятичную татыску больше нет. Натуральные есть, потому что это в науке, это логолипит натуральный, это экспоненты и все прочее. А вот сами там и исчезли. Я сам, помню, делал эти программы, это пробивал сейчас. Никто не знает, что это такое. Даже дискеты недавно их не было, потом они появились у каждого, а сейчас опять их нет. То есть обновления идут с огромной скоростью. К чему это приводит? То, что сейчас специалист, человек свою специальность в течение нескольких лет. Более того, молодое поколение знает больше и лучше. В компьютерах мои студенты разбираются лучше меня. Почему я их буду учить? Или надо мне постоянно учиться? Или же какие-то выводы делать? Ну, я им говорю, что я им преподаю математику восемнадцатого века. Ну, девятнадцатого. И здесь я знаю лучше. То есть это базовое образование. Вот это базовое образование должно быть с того профессионального обучения. Вот я тут как раз хочу привести пример, к чему это может привести. То есть вот, вы будете все знать, что римская цифра это непозиционная система счисления. Вот смотрите. Решите задачу. Найти и произвели вот эти двух чисел. Как найти эту произведение? И даже ответ непонятно. Черта на руку означает, что каждый умножается на десять тысяч. То есть четырнадцать на десять тысяч это получается. То есть на тысяч. Да, на десять четырнадцать тысяч там двести пятьдесят шесть. Вот такой ответ получается. И решалась задача исключительно сложно. Но решает, делает, потому что вычисления производили. Скажем, там вот девяносто девять регионов, скажем, по 144 солдата, сколько всего солдат. Вот надо было умножить. Это очень сложная процедура. Я тут понял алгоритм, как это делалось. Но это делалось. Теперь смотрите-ка. Вот появилась позиционная система. Все стало элементарно. Вот алгоритм умножения столбиков. Ну как воспользует алгоритм? Нужно знать, что 9 умножить на 2 это сколько это? 9 умножить на 9 стоит это. Надо знать таблицу умножения до 9. Если бы у нас была дилерастеричная система, надо бы узнать таблицу умножения до 10. Больше ни для чего таблица умножения не нужна. Топлика должен умножать столбиков. Но это все должны умножать. А это все таблицу знали. Раньше в карате декрали в клетку последняя страница обложки занимала таблица умножения. Я что-то сейчас, если бы не вижу, как это умножение. Может быть она есть, но стало прекрасно намного меньше. Еще у всех есть. Я спрашиваю какого товарища. Сводить не буду работать. Больше 20 лет. Сколько будет 8 на 8? 66. Ну что вы? У него нет. Знаете, я стояла в почве на концентале. Там сказали, там 75 тысяч, допустим. Надо 4% перечислить. Это мы с корней. Это же много, наверное. А эта девушка говорит, я не знаю, а я калькулятор. Я сказал, это 3 тысячи. Они не поверили. Начали искать калькулятор. Нашли, проверили. Да, действительно, это 3 тысячи. То есть, во-первых, без калькуляторов они ничего вычислить не могут. Во-вторых, если будем даже вычислить, они этому не поверят. Они все-таки трейдят калькулятор. Это как раньше счеты. Я раньше приходил к уголовке МГУ. Все считают на счетах. Потом поставили калькулятор. Они считают на калькулятор, откладывают и снова считают на счетах. Это было, потому что счетах я не больше. Сейчас счет нет. Сейчас я не калькулятор. К чему это приводит? Исчезает таблица умножения. Это печально. Об этом можно шуметь, невидовать, требовать. Но это факт. И чем дальше, тем больше. Я хочу здесь еще оптимистичнее сказать, что математика не таблица умножает. То есть, он не сводится в таблицу. Хотя, конечно, каждый грамотный человек должен знать таблицу умножения. Вот что нужно знать действительно? Нужен уметь складывать. Таблицу сложения надо. 9 плюс 7, чтобы он сказал, что вы 16. То и это, сейчас уже перестают даже считать. Обычная вещь, в общем, обыдывает даже в каких-то заграничных комбинах. Когда человек меняет ценник и приходит товар за, допустим, стоит 20 долларов. Он делает 2 доллара и набирает товар на 200. Он красиво пробивает 20. И не замечает этого. То есть, нужно быстро считать в нем такие простые вещи. Хотя проблежно. Делать кредит на цену. Точному самому посчитаем на калькуляторе. Там слишком мелко написано, где нет. Вот. То есть, вот такие оценки в уме он должен производить довольно-таки быстро. Хотя, конечно, я сторонник того, чтобы они знали таблицу умножения обязательно. Но опять-таки заставить очень трудно выучить, если это не употребляется. А это не употребляется. Я учил 3 года ворот в метрике, выше 500 и то, когда можно было в этой кальше. 10 лет назад я уехал оттуда. Я ушел в дыру. Если вы не употребляете, то резондует. То есть я помню, что в седьмом восемь. А мне аут. Ну, что? Это ж неплохо. У меня, в России, как живёт, я сказал, неплохо, да? Так, дальше. Теперь, содержание. Мы, я так скажу, переходим к демократическому обществу. Значит, это у меня процесс определения содержания. Здесь есть ирония, я с этим не согласен, но это мнение, только таки распространённое на замок, что демократическое общество должно определять само, чему учить право демократическое общество. Они решили в Калифорнии, что теория давления не годится. Проголосовали, и теперь закрещем, он не продавал теория давления. И с этим ничего не поделаешь. Более подробный комментарий. Может быть, специалисты должны решать демократическое общество этого движения? Нет. Демократическое общество должны решать большинство. И большинство принимает своё решение, даже которое не имеет отрицательные последствия. Мы, может быть, так же так, должны решать специалистов. Специалистам мы не верим. Специалисты говорят, что сейчас прошибается и так далее. Но, тем не менее... Я не успеваю. Еще один момент. Очень трудно стало читать последние работы в этой области. Я вот в свежо-фанатургической литературе трудно стало читать трудную ПТВ. Совершенно понятные какие-то обычные утверждения становятся непонятными. Это, может быть, просто не доставок моего образования, но действительно стало печально. Я вас убедил, что не только у нас. Это во всём мире. Вот этот пример известного американского ученого, и я, в общем, это прекрасный некто, его книга «Девять томов в экстракт-физике», «Бизг переведена на русский язык», «Бизг» и «Поникру». Это отлично. То есть он разбирается в том, что он был. Вот этот пример. Когда он собрался на какую-то такую конференцию, там ничего не мог понять. Читался неадекватно. Вот эта фраза. Индивидуальные социальные новости часто получают информацию и вызываются на весь канал. Я бы долго не учился и перевел. Ну, не читай. Это можно отнести к очень большому количеству, как бы сказать, научно-методической литературы, где основываются обычные, понятные, ясные вещи. Затем, когда я как-то делал доклад, я сказал, что мне осталось говорить о том, что проще, меня обвинили в том, что я подал доклад журналистов в стиле, так сказать, а не научный. Научный стиль, вот. Я сейчас более конкретный пример говорю. Вот здесь вот то же самое его воспоминание. Когда сценографист вас спросил, вы говорите, не профессор, это наушники. Когда говорят все остальные, я печатаю все, что они говорят, не понимаю ни слова. Но каждый раз, когда вы сказали, что вы, чтобы задать вопросы, я понимаю все. Поэтому я подумал, что вы не можете быть профессором. Это не мои слова слова. Многие слова говорят. Американцы. То есть это повсеместное мнение. Я не знаю, чем они вести. Есть разные причины. Может быть, это наукообразие, но они становятся менее доступны, менее понятны. Основная цель – разъяснить свою идею. Здесь основная цель – это двигается на задний план. Вот. Дальше. Учебник. Опять, я не хочу говорить, как у нас обливаются учебники. Я это, поверьте, не очень хорошо знал. Потому что я сам имею отношение к этим школьным учебникам. Учебникам. Некоторые из присутствующих… Я сейчас разговариваю. Учебникам не было бы другие. Я тут еще, да? Да. Да. Ну, слава Богу. Я могу издавать им оценку. Потому что… Я сейчас только что представился, что мы проведем этот проект. Я в третий раз все сегодня проведу. Когда к Хемингуэю в основании подошел, какой-то человек и сказал, «Хотите, я слышал мнение о вашем последней книге». Он взял подсечник и сказал, «Только потом вопрос». Поэтому я боюсь, не слышал мнение. Темы доклада нет. Но вот что говорит фильм «Отбои учебников для средних американских школ». Он говорит, что я, говорит, «Да, Розов, но мне эти книги не прислали». Он говорит, «Вы знаете, она не была закончена, поэтому мы поставим макет, просто заложку». Он говорит, «Оказывается, пустой макет был оценен членами комиссии, и даже оценки были выше, чем у них пустого». То есть ничего не было оценки. То ответственность, что книги не было, ничего не повышало оценки. Это сделано в Телефонии в самую передовую экономическую штатку Средневеждации в Америке. Я очень участвую. Я там год проработал в этом футболе-конценте и видел каких-то уважений в ходе своей жизни, и все его связанные слова. Я их просто записал для себя тоже. Теперь вообще об будущем. Я, если задержу, задержу, туда не может. Сейчас буду успеть. Еще предсказать. Можно еще предсказать? Конечно, я могу представить, что будет через минуту, что через пять минут будет другой доклад. Что будет завтра, менее вероятно. Но через год это очень трудно. Через 10 лет это почти невозможно. То есть зависит от длительности. Как это предсказывается? Это самый простой способ предсказания. Открытый Ньютон. Не в математике. Это впервые применил Мальклс. Потом написал такое уравнение как МНТ. Как меняется население планеты. Ну, вы, естественно. Мой энтузиаст. Эта человек имеет линейческая теория. И он ее автор. И, конечно, с этической точки зрения очень нехорошая теория. Но математически она очень хорошо показывала. У него будет экспоненциальный рост. Подовольствие растет линейно, а экспоненциальность будет голым. Вот экспоненциальный рост. Это рост населения. Это же самый применительный к опилотовке кадров. Последние годы все, что им, ну, последние 200 лет, рост шел экспоненциальный. Ясно, что скоро это все человеческое состояние изучено. Такой бытный вопрос. Почему? Модель Матиса поправляется. Гринзит вот этот М зависит от М. Если взять его линейку, как вот здесь написано, это уравнение решается, логистическое уравнение. И вот получается такое решение. Теперь видно, что неэкспоненциальность это стремится к пределу. Альфа делит об этом. Вот он град. Значит, вот это логистическое уравнение, вот это уравнение Матиса переходит в логистическое. Каким образом? Каждый правительский делает это своим методом. Сокращается на силу, забирает какие-то специальности. И в итоге мы приходим от модели Матиса сокровистическое уравнение. То есть, экспоненциальность у вас прекращается, и выходит, если... При более усиленном внимании к этим проблемам можно на экспоненциальность к нулю завести подготовку к соответствующей карте. Вот с этим тоже нужно считаться. Это естественно, потому что, если это не дело, то тогда прежним методом приведут к тому, что везде большая будет сосредообразоваться. И, наконец, вот базовое элементное обозвание, как так сказать. Вот геометр 3, то есть на крайском уровне. Теорема об ее желудоке. Теорема абсолютной геометрии. Что значит? Есть 3 геометрия геометрии, сумма углов 180 градусов, меньше 180 градусов, больше 180 градусов, больше 180 градусов, и меньше 180 градусов. Меньше 180 градусов, то есть просто 185 метров геометрами на сведении. Какая геометрия правила, это можно только физический эксперимент поставить. Однако вот те теореми, которые струклируют, они вернут в любой геометрии, То есть, независимо от того, как будет меняться прогресс в нашем представлении, есть утверждение бесполное, которое останется на веках. Это мы должны обязательно дать школьникам, которые, исходя из этого, должны получать соответствующие образования. Есть минимум в культурной уровне, есть и в математике, и не в математике. Я провожу пример, что каждый выпускник должен знать, что Борис ставится в Францию, даже если он не будет в Франции. Хотя, вот я уже поймёшь, что, чем вы сыграли в столице Грендераса, ну, об этом в столице был не на фас, это не обязательно. Потому что вы творите в Франции. Вот тоже самое в математике, есть понятия, которые должны знать. Я ускоряю, я думаю, что вы быстро это прочтёте. Значит, об уровне образования надо требовать на что-нибудь больше, чем нужным в жизни. Вот это, я считаю, это может быть скромный момент. Почему? Вот вижу как раз цитату из Франка. Когда вы летите... Я вот другой. Когда вы перебываете реку, хотите перейти точно на противоотберег, вы должны идти в первую течение. Только после этого попадёте точно на противоотберег, вы должны идти. Вот так же и здесь вот. Принимая такой, какой он есть в человеке, мы делаем ему хуже. Принимая таким, каким он должен быть, то есть повышенный, не за странным другом, как он может стать. Это слова уже не строго, а не слова Георгия. Ещё несколько слов. Каждый день возьму время, мы всё-таки закрепали. Тело очень видно. В критическом плане, так сказать. Преподавание в математике отличается от преподавания всех, кто у них в школе. В школе и в мире. Вот это самое честное преподавание. Я же поясню, что это такое. Могут у меня являться истории и физики, хотя я сам запросил физические факультеты. Я знаю всё это, запросил физические факультеты. Дело в том, что только в поле математики ничто не принимается на веру, и ссылки на любые авторитеты не убеждают в праве каких-либо утверждений. Вот более сильное утверждение здесь вот сказано. Что истинность доказана только с помощью доказательств. Вы можете заставить поверить, ссылаясь на авторитеты, в физике, в химии, в биологии, где хотите, но тогда вы можете заставить поверить его в ложные утверждения, то, что они уже нет. И это происходило. Это происходило и в основном веке, когда говоришь, что земля оценка, и в соус-кульсе, и в физике это было, и в биологии это было, и в истории, и в химософии. Очень много, но в математике не надо так помнить. Вы не можете заставить поверить то, что не было, потому что от вас требуются доказательства. И доказательства нужно. Вот именно так. Но он как в физике ведет. Вы говорите, в магиизму мы можем сделать экспериментом, в школе с кем-то постоянно. Вы же не делаете экспериментом, вы только говорите, что такие выдающиеся люди. И школьники вам верят. То же самое говорит о путешествии. Вы не повторяете на географии путешествий, вам верят. То же самое, что либо... Представляете, что вы сказали? Теренфанглой говна, потому что такой выдающийся ученый. Или просто все верят, все объясняют. От вас требуются доказательства. Ну, ошибку в новом результате может быть в течение 10-15 лет. Это верно. Но это не навязывание нас в разном доведении. Это просто логический ошибка, которую мы понимаем. А вот вы не можете дать доказательства. Вот это великий ученый доказал, поэтому верно. Это можно передать в физике, в химии. Но нельзя это сделать в математике. Наоборот, вы начинаете оплативно. Будем считать, что это математичный ученый не главный. Вот с чего вы начинаете доказать. Попробуйте высказать философию. Ну, или какой-нибудь другой залог. Последние слова, с чего я начал. Практически, наоборот, преподавание к математике. Ученый залог Носов. Ему получили писать регламу, тогда, где имел. Он прописал, чем должны заниматься преподаватели. Истории, физики, химии. Начал он с математикой. Его называли, как разница, геометрами. Что геометр, хотя должен заниматься высокой математикой, как это написано, должен превращение чинить в чистую математикой. Однако, много болезней, когда стараться будет о сокращении трудных выводов. Кто и часто употребляет астрономы, механики и вообще, где испытание натуры просто требует исчезновения. Эти слова Евгения Коломоноса, я считаю, и не поможет о сокращении выводов. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Должение. Вы слушайте. Я считаю, что в курсе математики средней школы, повторяя общее образовательных для массового школьника, доказательства должны быть сведены к минимуму. В физике доказательств никаких нет. И ничего. Никто не сомневается в справедливости Саттона Олла, хотя он принимается на веру. Сообщается о том, что эксперимент показывает. Мы можем совершенно спокойно говорить о том, что математики доказали, что то-то и то-то имеет место. Давайте мы сейчас посмотрим, для чего это, то, что они доказали, для чего это нужно, как это использовать, и почему с этим лучше жить, чем без этого. Это гораздо важнее было бы. Я скажу, что такое расхожее утверждение, что вот математика воспитывает логику, и поэтому математика, там гимнастика, ума, надо это все срочно приводить в порядок. Тоже такое не очень четкое утверждение, потому что, ну, я, пожалуй, скажу просто это на примере, это будет, может быть, надлядь. Значит, какое-то время тому назад это еще было. Так вот. Так вот.